Друзья, всем привет! Вы смотрите Лимонку, меня зовут Михаил Аксель и сегодня мы с вами поговорим о том, как нам срывают съезд. Как вы уже, наверное, все знаете, Другая Россия Эдуарда Лимонова, новая политическая партия, и мы решили поучаствовать в ближайших выборах в Государственную Думу и подать на нашу регистрацию как полноценной политической партии, которая имеет право избираться, быть избранной и представлять себя в избирательных списках на будущих выборах в Государственную Думу. Для этого мы подали документы в Министерство юстиции, соблюли все формальности, напечатали о месте и времени проведения съезда в периодическом печатном издании Российской газете, создали всю необходимую инфраструктуру для подготовки документов и запланировали наш съезд изначально на 24 апреля. И каково было наше удивление, когда 17 марта в гостинице Измайлова, где мы заключили договор о проведении нашего мероприятия на 24 число, нам пришло уведомление с просьбой перенести дату на любую удобную для нас, поскольку до 24 апреля будут проводиться ремонтные работы, связанные с профилактикой противопожарной системы. Якобы у самой гостиницы нет возможности обеспечить нашу безопасность, и вот до 24 апреля все будет решено, а все вот оставшееся время не будет ремонтировать корпус Вега, где должен был проходить наш съезд. Целый корпус, между прочим, и это очень важно, поймете, о чем я говорю немного позже. Мы решили не создавать конфликтную ситуацию, ведь для нас важно зарегистрироваться, действовать в легальном поле, участвовать в выборах, и мы решили принять предложение гостиницы Измайлова и принести дату на день вперед. Было 24 апреля, суббота, стало 25. Для нас это оказалось приемлемо, дата и времени, хотя мы прекрасно понимали, есть определенный скепсис по поводу проведения нашего съезда у товарищей в погонах, у товарищей с администрации президента, которые нам на самом деле нифига не товарищи, и логично, что это было давление, оказанное на площадку. Но, на удивление, гостиница Измайлова подтвердила нам, заключила с нами новый договор, и дата съезда была запланирована на 25 число. Одним из важных пунктов того, что съезд должен был пройти 24 апреля, являлось то, что за месяц до проведения съезда необходимо опубликовать документы о месте и времени проведения съезда в одном из периодических печатных изданий. Ну, к примеру, в российской газете, куда мы и подали. Мы сначала думали, что это будет такой юридический препон, который нам помешает, но российская газета пошла к нам навстречу, и место и время проведение съезда опубликовала. И что же вы думали? Опять, буквально недавно, гостиница Измайлова попросила нас перенести дату проведения съезда. Нам вообще непонятно какую, это очень глубоко зависло, потому что, якобы, они не могут обеспечить нашу безопасность 25 числа. То есть, якобы, у них должна была проходить профилактика, а сейчас, 25 числа, у них сбой пожарной системы, и проводить съезд нам никак нельзя. Удивительно, правда? Съезд нацболов пытаются сорвать, не допустить их до выборов, ну, и всего лишь какая-то маленькая оплошность, связанная с пожарной системой, мешают проведению этого съезда. Некоторые спросят, ребята, а зачем вообще все это? У нас было выпущено партийное заявление, и я сам не раз говорил о том, что съезд мы проведем в любом случае, несмотря на какие давления, поскольку мы полноценный политический субъект, мы реально собираемся участвовать в политической жизни нашей страны, и, что немаловажно, мы пользуемся нашим правом гарантированной Конституции. Статья 13 Конституции, пункт 3, гласит о том, что в Российской Федерации гарантируется политическое многообразие и многопартийность. Переводя на русский язык, это значит, что у нас в России не одна партия. Более того, чтобы вы не думали о том, что мы нарушаем закон, мы как раз пользуемся правом, гарантированным федеральным законом о политических партиях, который как раз пишет Министерство юстиции, пишет Государственная Дума о порядке регистрации. Более того, именно сейчас мы вам докажем, что гостиница Измайлова на самом деле не ремонтирует пожарная система, как она об этом заявляет, а занимается наглой махинацией и враньем, хотя у нас с ними заключен договор непосредственно о проведении мероприятия в данное время. Они нам объяснили в своем ответе о том, что 24-го числа и 25-го числа невозможно провести мероприятие, потому что во всем корпусе гостиницы все это время будет проверяться система противопожарной безопасности. Но, как бы это ни было удивительно, неизвестные сочувствующие нашей партии прислали нам на нашу партийную почту видео с гостиницы Измайлова, что происходит сейчас. Субтитры сделал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Всем спасибо за просмотр Увидимся на съезде